Всем привет, дорогие друзья! В Кострами в наше новое поступление орхидеи, и я вчера ездила вечером после работы снимать это новое поступление. Давайте каждую орхидейку рассмотрим подробнее. Итак, друзья, часть орхидеи по 899 рублей, вот с них и начнем. Первая, друзья, орхидея, которая бросилась в глаза, это вот эта красотка с ярко-желтой губой и розовыми лепестками. Название вы сейчас видите. Друзья, все орхидеи, практически все в этой поставке от компании Green Balance, поэтому все названия, даже которые вы не узнаете, именно с сайта Green Balance, вы все знаете, что названия орхидей могут сильно отличаться от тех, что мы знаем у каждого производителя, свои названия. Вот, допустим, вот эта красоточка. Все знаем, что это Коода, но на сайте Green Balance название другое. Ну, не суть дела. Буду так вам говорить. Название более знакомое. Полинопсисов сорта Коода было несколько штук в привозе, даже на момент моей съемки, наверное, штук 5 было. Поэтому тот, кто живет в Оренбурге или на окраине, я думаю, успеет себе приобрести. Тем более, что качество довольно хорошее. Но все орхидеи от компании Green Balance посажены в торфяной субстрат. Это, друзья, красавица Денвер. Ой, у меня Денвер есть, я вам обязательно в следующем видео, в одном из следующих видео покажу ее цветение. Она полностью распустилась, и это шедевр. Правда, друзья. Что интересно, у этого сорта очень длинные и узкие листья. Эту, друзья, орхидею мы, в принципе, все называли Рауль. Но именно в компании Green Balance ее называют Фиеста. Ну, вот так. Лист немного свернулся. Тоже корней немного, но они все свежие и хорошие. Сорт Panda. Тоже вам покажу ее в домашнем цветении. Она, бедная, наверное, у меня уже отцветает, потому что вся уже практически побелела. Но все равно хорошая. В двойной посадке, кстати, у меня. Корней тоже немного. Да, вот этот я увидела один. Потрясающий такой пыльно-розовый сорт Ravenna. Очень красивый, мне очень он нравится. Я все хочу найти пилор или бабочку, но никак не могу найти, пока не встречается. В этой поставке вот этот сорт был в одном экземпляре. Очень хорошего качества. Посмотрите, какая розетка шикарная. И очень хорошие корни. Следующий, друзья, в видео – это вот этот вот желток. Очень, правда, яркий, с веснушками. Красота. Очень украшает выбеленная серединка. Цветок не очень крупный, наверное, сантиметров. Максимум 6, даже, наверное, 7 нет. Но смотрите, как много цветов на цветоносе. И таких кустиков было несколько. Возможно, кому-то еще повезет, достанется. Корневая тоже неплохая. Хорошая. Несмотря на то, что даже находится в торфяном субстрате. Ну, кстати, у меня есть орхидеи, которые не пересажены. Уже, наверное, год в таком же субстрате. Все с ними отлично. Понравилась, друзья, вот эта красоточка. У нее такой пыльно-розовый цвет. И довольно приятный на глаз. Выбеленные, смотрите, краешки лепестков. И очень интересная какая-то такая красивая губа. И таких орхидеи было две. По крайней мере, на тот момент, когда я снимала. Посмотрите, есть корешки интересные такие яркие. Вот это вторая орхидея. Цветочек немного новенький пострадал. Видимо, как везли. Ну, очень интересно. И что интересно, у этого сорта и у той, и у этой орхидеи очень компактная розетка. Часто стал встречаться в поставках вот этот, друзья, сорт. На сайте Green Balance он называется Bestink. И, в принципе, мы давно знаем это второе его название. Более известное это Попогаю. Ну, или Попугай. У меня такая орхидея была, почему в двойной посадке. Но я почему-то с ней распрощалась. Подарила ее брату. Причем в цветущем виде. Ну, не очень нравится, когда она сильно выгорает. Хотя орхидея при распуске просто потрясающе яркая. Вот эта красотка была в одном экземпляре. Название я принципиально искать не стала, потому что таких орхидеи много. И приблизительного окраса тоже полно. А именно такой не нашла. Поэтому не знаю, как она называется. Но прям очень ярко смотрится на фоне желтых и розовых орхидеи. Вот эта пятнашка. Корни отличные у нее. Снова попалась пандочка. Кстати, в этом привозе было, наверное, при мне штук 3-4, наверное, экземпляра. Вот. Смотрите, какая интересная. У нее два цветоноса. Один из точки роста. А другое то, что из пазухи очень тоненькие. Очень интересная орхидея. У меня такая, как я уже и говорила, есть в двойной посадке. Обязательно вам ее покажу. Корни есть, тоже неплохие. Вот эта красотка. Прям она мне запала в душу. И я думаю, прям зря, наверное, я ее не взяла. Сейчас я вам обращу внимание на то, что у нее есть мутация. Причем белая. Посмотрите. По краю лепестков белые штрихи. Очень интересная красотка. Очень красивая у нее губа. Вот название вроде как подходит вот к этому. Но я не уверена, поэтому утверждать не буду. Орхидея была одна. Сравнить было не с чем. Посмотрите, какие штрихи на левом лепестке. И причем у нее губа тоже какая-то рваненькая такая. Мощная розетка хорошая такая. Закрученный цветонос. Там что с ним было? Посмотрите, друзья. Вылазил он как змея. Смотрите. Причем почки какие-то там просыпаться начали. И тоже лезут цветоносы. Ну классная. Жалею, что не взяла. Поэтому если девочке кто поедет, рекомендую. Еще одна колода. Красотка. Ну, у меня этого сорта нет. Не знаю. Не запала в душу почему-то. Наверное, я не люблю мелковатые цветки. И вот почему-то у меня и нет. И в этот раз я себе ее не взяла. Ну, это, понятно, дело вкуса каждого. Кому-то нравится, кому-то нет. Кому-то не очень. Чуть позже я вам покажу, что я обнаружила. Ну, не чуть позже. Давайте сейчас. Посмотрите. Это две колоды. Я одну колоду, вот то, что слева. Посмотрите, у нее интересный окрас с затемненной серединкой вокруг колонки. А правый цветочек, это уже у другой, у другого экземпляра. Он хотел стать бабочкой. Но на всем кусте это, друзья, был один цветок всего с мутацией. Да, очень, конечно, яркая. Красотка. Я знаю, что наши девчонки уже кто-то себе купил. Молодцы. Яркая. Она и на видео, и на фотографиях получается очень яркая. На этом, друзья, по поводу орхидеи по 899 рублей все. Продолжу с палетки по цене 1099 рублей, и их там немного. Это, друзья, всем известный сорт, очень красивый, чем отличается от других, и чем известен это потрясающе яркой губой. Очень хороший сорт и обильно цветущий. Далее, друзья, часто встречающийся сорт Эволюция. В этот раз она вот такая вот красотка с длинным цветоносом. Очень обильно тоже цветущий сорт. Хорошая корневая. У меня есть такой пилор. Пока не цветет. Как зацветет, покажу. Вот эта красотка. Попалась тоже по цене 1099 рублей. И обратите внимание, новые цветочки у нее ярко-желтые. И со временем вот до такого окраса светлеет. Корневая тоже хорошая. Название, к сожалению, я не нашла. Так, этот сорт я вам уже показала чуть раньше, но просто посмотрите, какое красивое цветение. Очень прям красивая. Губа. Потрясающая губа. Смотрите, как украшает желтые щечки на губе. Красивая. Далее, друзья, по 799 рублей это мультифлоры. Название я не буду говорить вообще. Прям просто сниму, покажу то, что есть. Такие часто к нам привозят. Прям часто встречаются. Даже бывали и пилоры. Палеточка. Полностью из таких вот сортов. Вот эта симпатичная. Очень-очень нежная, красивая. Такая. Тоже часто встречается. Красотка. И вообще полностью прям палеточку покажу. Вот розовая в полоску. Ну, в принципе, сорта довольно распространенные. Такая вот цвета зеленого яблока. Вот показываю вам, какая именно. У нее чуть крупнее цветочек, чем у остальных вот этих мультифлор. Ну, а так все, в принципе, одно и то же. Вот еще одна пятнашка. Она, кстати, сама выглядит как бабочка. И палетка полностью белых. Но мне кажется, что эта палетка уже стоит какое-то время. То есть, это не новый завоз. На этом все, друзья. До встречи в следующем выпуске. И пока. Субтитры создавал DimaTorzok